МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на первом Волгоградском канале события дня. Для чего погибли каштаны? Совсем скоро на улице Новороссийской в Волгограде появится новый объект. Серия краш в Волгограде и Волжском. Оперативники задержали банду квартирных воров и нашли орудие преступления. Студенты играют во флорбол. В Волгограде презентовали новый зрелищный и доступный вид спорта. На встречу празднику волгоградский ветеран собирается в Москву, а над Мамаевым курганом развернули знамя победы. Волгоградский ветеран, участник Сталинградской битвы, полковник Евгений Федорович Рогов поедет в Москву на празднование 70-летия победы. 90-летний фронтовик прошел полное медицинское обследование и получил разрешение врачей на поездку. По словам самого ветерана Рогова, он очень рад, что ему выпала такая честь. 6 мая в сопровождении дочери он отправится в столицу. На вокзале в Москве волгоградского ветерана будут встречать представители администрации президента. Сегодня в Волгоград прибыли участники многодневного автопробега эстафеты памяти, объединившего 90 городов России. Символом акции является масштабная копия знамени победы штурмового флага 150-й Идритской стрелковой дивизии. Флаг именно этого соединения был водружен в мае 45-го года над зданием Рейхстага в Берлине. Сегодня огромное красное полотнище развернули на вершине Мамаева кургана в Волгограде. Работы по строительству некоего дома творчества в центральном районе Волгограда на улице Новороссийской подходят к концу. Через месяц, как утверждают строители, объект будет сдан в эксплуатацию. Однако жители близлежащих домов, в частности дома номер 6 А по улице Невской, под окнами которого разместилась эта точечная застройка, до сих пор не верят чиновникам и утверждают, что этот объект, ради которого уничтожили многолетние каштаны, больше похож на торговый павильон. Жители улицы Невской, когда началась вырубка деревьев, обращались в надзорные органы с просьбой выяснить, законно ли действовали те чиновники, кто сдал в аренду земельный участок, и те, кто дал разрешение на строительство на месте, где росли каштаны. Напомним, разрешительные документы подписаны заместителем главы администрации Волгограда Владимиром Сидоренко. Сегодня в Волгограде на Центральном рынке проходили оперативные мероприятия. Несколько десятков сотрудников ОМОН заблокировали вход в мясомолочные и овощные павильоны. По некоторым сведениям, изъятие документов и оргтехники связано с новыми эпизодами уголовного дела по факту причинения ущерба бюджету Волгограда экс-руководителями МУП «Центральный рынок». В июне прошлого года в поле зрения правоохранительных органов попал бывший директор предприятия Михаил Калачев. По версии следствия, он значительно занижал стоимость арендных платежей коммерческим организациям. Ущерб составил сотни миллионов рублей. Не исключено, что в этом деле могут появиться новые фигуранты. Все подробности на высоте 102. Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых в серии квартирных краж в домах областного центра и Волжского. Четверо мужчин, двое из которых ранее судимы, в отсутствие хозяев проникали в квартиры и похищали деньги, ювелирные изделия и документы. Преступления совершались в дневное время суток. Пока один из грабителей следил за ситуацией в подъезде, остальные взламывали замки. Накануне автомобиль, в котором передвигались квартирные воры, был задержан в Волжском. В машине были похищены документы, банковские карты и ценности, а также набор отмычек для вскрытия дверных замков. К настоящему моменту установлена причастность задержанных к совершению четырех преступлений в городе Волгограде и в Волжском. Оперативники устанавливают дополнительные эпизоды их преступной деятельности. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Задержанные сейчас находятся под стражей. Сегодня в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете презентовали новый для волгоградцев вид спорта. Студенты, любители флор, бола, хоккея с мячом уверены, что этот вид спорта со временем будет оценен по достоинству. Матчи по флорболу – настоящее зрелище. Зрелищности сегодня добавила и команда Волгоградского социально-педагогического университета по хип-хопу, которая пришла поддержать флорболистов. Сегодня во Всемирный день здоровья Волгоградская область присоединилась к всероссийской акции «Время быть здоровым». В центре Волгограда на площади павших борцов медики провели первичные профосмотры для всех желающих. Акция замечательная. Каждый раз мы за этими акциями следим, потому что здесь намного проще пройти анализы, сдать и всякие получить сведения о своем состоянии, чем в поликлиниках. День здоровья на этом не закончился. Здесь же на площади павших борцов прошла массовая зарядка. Также на разминку под девицом «Здоровым быть модно» сегодня в Волгограде вышли студенты вузов. Всем здоровья! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова